Монро, Роберт Аллан. Путешествие вне тела. Одиннадцатое. Дар или бремя? Еще в самом начале моих экспериментов начал давать о себе знать побочный результат. Это не ВТО как таковой, хотя он и наступает в состоянии глубокой релаксации, предшествующей отделению от тела. Видимо, это то, что у профессионалов именуется предзнанием. Видение возникает помимо моей воли, когда я лежу, успокоив сознание и расслабив тело. В передней части мозга раздается шипящий звук, и я начинаю ощущать подвешенную с одного конца на петлях прямоугольную дверцу, которая распахивается снизу, примерно на 45 градусов. В результате появляется абсолютно круглое отверстие. Сразу после этого я начинаю видеть и отчасти переживать те или иные события. Происходит это словно во сне, если не считать того, что я продолжаю полностью сохранять сознание и воспринимать окружающее. Сновидение накладывается прямо на внешние раздражители, и я без труда воспринимаю то и другое одновременно. Я так и не научился по своему желанию воспроизводить этот феномен. Он случается сам собой или же вызывается бессознательным. Поначалу я не обращал на это особого внимания, полагая, что такие сновидения – всего лишь способ удалить из подсознания ненужные ему данные. Однако один случай заставил меня переменить мнение на сей счет. Событие достаточно важное, чтобы процитировать его описание непосредственно из дневника. 5 июля 1959 года Раннее утро Клапан открылся снова. То, что я увидел, привлекло мое внимание своей необычной реалистичностью. Я собираюсь сесть в пассажирский самолет. У входа в него в ожидании стоит ДД, с которым я знаком более десяти лет. Сажусь в самолет и занимаю свое место. Замечаю, что мест в нем много, и он уже почти готов к вылету. Жду, когда на борт поднимется мой приятель. Рядом с входом вижу группу беседующих людей, которые затем проходят самолет вслед за молодым негром. Они оживлены и радуются, что молодой негр летит с ними. Группа состоит из двух пожилых негров – пожилого белого и молодого негра. Видя, что самолет вот-вот взлетит, они идут по проходу мимо меня и занимают свои места. Наклонившись вперед, чтобы посмотреть, сел ли в самолет мой друг, я вдруг чувствую, что сидящая впереди меня женщина чем-то взволнована. Как только самолет трогается, входит и занимает место мой приятель. Я хочу встать и подойти к нему, но самолет дергается, и я плюхаюсь назад в кресло. Прежде чем взлететь, самолет долго катится по взлетной полосе, а мне почему-то становится немного не по себе. Наконец мы взлетаем. Низко над нами какие-то широкие, изгибающиеся улицы с расходящимися веером перекрестками. Самолет чуть-чуть поднимается и летит дальше на небольшой высоте. Немного спустя в динамике раздается голос стюардессы, сообщающий, что через несколько минут пилот примет решение, какой из двух маршрутов, один налево в обход, второй под проводами, выбрать. После непродолжительного ожидания замечаю, что город остался позади, и раньше, чем стюардесса делает второе объявление, до меня доходит, что мы летим по второму маршруту, под проводами. Голос стюардессы, объявляющий об этом, звучит как-то уж слишком бодро, и я чувствую, что она тоже в напряжении. Посмотрев в иллюминатор, вижу впереди пространство с тянущимися во все стороны проводами. Самолет приближается к нему и на низкой высоте летит под проводами, напряженно вглядываясь вперед в поисках просвета, через который можно было бы вырваться, и из-под них. Тут вижу, что впереди провода над нами кончаются, и там виден свет солнца. Поняв, что мы летим туда, слегка расслабляюсь. В этот момент самолет вдруг резко проваливается вниз и падает на какую-то улицу. При этом что-то в нем отламывается прямо рядом со мной, и я спрыгиваю или падаю с высоты 6-8 футов на дорогу. Самолет от удара подскакивает, его отбрасывает в сторону, успев бросить взгляд вокруг, отлетаю вправо и падаю между двумя. Огромные облака дыма почти целиком застилают место катастрофы. Моя первая мысль – возблагодарить Бога за чудесное спасение. Вторая – что родные, которым известно, каким рейсом я полетел, будут переживать за меня, и надо как-то связаться с ними. Третья – что нужно бежать к обломкам самолета и попытаться спасти других, хотя это кажется уже бесполезно. Я встал и направился к самолету. Приблизившись, увидел сквозь дым пламя. Подошел пилот в кожаной куртке и шлеме. С изумлением посмотрел на меня и спросил, почему из всех пассажиров спастись удалось только мне. Я и сам задал себе этот вопрос. Тут клапан закрылся. 24 июля 59 года. Собираюсь отправиться самолетом в Северную Каролину, в первую из, возможно, предстоящих мне четырех поездок. При мысли об этом путешествии меня охватывает какая-то дрожь, заставляющая призадуматься и, в свете других последних событий, еще раз вернуться к пережитому 5 июля 59 года. Летая самолетом, как, наверное, и все, я всегда слегка нервничаю. Не думаю, чтобы что-нибудь могло случиться на этот раз, но кто знает. А что делать, если нечто, в точности подобное событию 5 июля 59 года, произойдет в начале одного из трех последующих полетов? Сойти с самолета? Но возможно ли изменить предопределение? Если верить виденному мною, я должен выжить, но в данном случае выживание может означать и смерть, как переход, то есть такую смерть, после которой я останусь живым. Честно признаюсь, что делать? Не знаю. Как бы то ни было, ко всем, кто любит меня, а я надеюсь, таких немало, у меня просьба, если это все же произойдет, и мое видение следует понимать в том смысле, что меня ожидает смерть-переход, пожалуйста, не горюйте, ибо я глубоко и искренне уверен, что это всего лишь переход. Как бы ни было жалко оставлять незавершенным то, что, повинуясь какому-то внутреннему чувству тоски и грусти, я пытался на ощупь исполнить здесь, я верю. Стоит мне оказаться дома, все это вновь обретет реальность. Более чем когда-либо, я уверен в том, что физическое тело всего лишь машина, управляемое «я». Следовательно, после ухода «я» тело теряет всякий смысл. Никаких могил, никаких склепов. Само по себе без «я» тело ничего не значит. К тому же, если событие, о котором идет речь все же, случится, мое «я» постарается вступить в контакт с теми, кто в этом заинтересован. Помешать может только одно. Вполне вероятно, что на другом плане или месте передо мной встанут те же самые, а то и еще более важные проблемы. Обещать не могу, поскольку не уверен. Не сомневайтесь в одном. Те, кто меня знают, в случае контакта легко определяют, что это именно «я». Не хочу ни на кого навевать тоску, может быть, я просто расчувствовался. Хочется всего лишь записать свои мысли, чтобы хоть таким способом облегчить горе других в случае, если мне придется уйти. Не хочу, чтобы это случилось, не чувствую себя готовым, Но в то же время гляжу на это спокойно и трезво. По крайней мере, хоть отчасти я подготовлен. Пишу спустя примерно двенадцать недель после последней записи в дневнике. Четыре недели провел в больнице. Остальное время поправлялся дома. Но сначала о главном. Предыдущая запись касалась проблемы предзнаменования и жизни после смерти. Ниже привожу сопоставление с нас с тем, что имело место в реальности. Совпадение один. Как уже говорилось, мне надо было лететь в Северную Каролину. Первые признаки совпадения появились, когда я сел в автобус. Везущий пассажиров из Нью-Йоркского аэробокзала в аэропорт Нью-Арк. Войдя в автобус, я сел на второе место справа. Тут нахлынуло чувство уверенности, что вся обстановка, мое место относительно двери, дверные поручни, сама дверь, мне уже знакома. Это насторожило, поскольку я сразу понял. Именно это я видел в своем предзнаменовании, только неверно интерпретировал аэропортовский автобус как самолет. Совпадение два. В автобус, смеясь и шутя, вошли четверо. Трое в темных костюмах, один в светлом. Смотри выше, запись о трех неграх и одном белом. Совпадение три. Прямо передо мной села какая-то женщина. Она чувствовала себя не в своей тарелке и была взволнована. Правда, причина была не во мне, а в носильщике, который, стоя у автобуса, возился с одним из ее свертков. Совпадение четыре. Что касается моего друга Деде, которого, как было сказано, я видел стоящим у дверей в ожидании, чтобы зайти последним, выглянув в окно, я увидел водителя автобуса. Он стоял у двери и ждал, не появится ли в последнюю минуту еще кто-нибудь из пассажиров. Лицом и фигурой он настолько походил на моего друга, что сошел бы за его брат. Сходство было почти фотографическое. Когда мозг не в состоянии дать верную интерпретацию, он подыскивает ближайшую аналогию, черпая ее из памяти. Затем он вошел в автобус, последним, закрыл дверь и уселся в свое кресло прямо напротив меня. Совпадение пять. Повернув на Джерсийскую магистраль автобус, полетел низко и медленно. Такое впечатление складывалось от того, что магистраль проходит над остальными улицами и дорогами. При взгляде на расходящиеся веером дороги и изгибающиеся улицы меня снова охватило чувство узнавания уже виденного. Вся разница заключалась в том, что это был не самолет, моя исходная ошибка, а автобус. Совпадение шесть. В аэропорту после всех этих предзнаменований я был уже полностью на чеку. Мой самолет опаздывал, и я ожидал, бродя по залу. Только я присел, как женский голос, объявил по радио, что посадка на самолет авиакомпании Pan American производится в восточном и западном залах аэропорта. Гулкость звучания опять-таки вызвала у меня отчетливое ощущение узнавания, плюс к этому восток и запад, левое и правое. Совпадение семь. Когда, наконец, началась посадка на самолет, я на минуту заколебался, идти или нет, не столько из страха, сколько от неопределенности, что означает мое выживание в увиденном 5 июля 59-го года. В конце концов решил, что грядущего не избежать, а если ждать следующего рейса, это только затянет дело. Весь на чеку поднялся на борт. Когда самолет вырулил на взлет стюардесса, по внутренней системе оповещения объявила, что лететь будем на высоте 6 тысяч футов. Вот она, низкая высота. Наконец взлетели и почти сразу попали в грозу. Молнии сверкали одна за другой. Это соответствовало тому, что я в своем предзнании истолковал как полет под проводами. Электричество. Символ мне давно известный. На полпути пилот принял решение изменить высоту. Объявлено об этом не было. Мы поднялись над грозой и в конце концов благополучно приземлились с Северной Каролине. После посадки я решил, что ошибся относительно катастрофы и скоро забыл обо всем этом. Четыре дня спустя, в понедельник утром, посреди спокойной дружеской беседы в офисе, мне стало плохо. И меня поместили в больницу с диагнозом сердечный приступ вследствие спазма коронарной артерии. Я и мыслей не допускал об этом и поверил только тогда, когда было проведено полное обследование, включая ЭКГ. Для этого у меня были веские основания. Дело в том, что все медицинские осмотры, которые я когда-либо проходил, давали один и тот же результат сердца совершенно здорово. За две недели до этого случая я дважды обследовался у двух разных страховых врачей. Один из них заявил, «За сердце можете быть спокойны», а второй выразился так, «Вот уж от чего вы не умрете, так это от сердца». Таким образом, мой разум был настроен решительно против и не согласился с продемонстрированным ему в предзнании ходом событий, поскольку сердечный приступ казался невероятным. Поэтому в качестве интерпретации он выбрал из памяти наиболее подходящий с его точки зрения вариант авиакатастрофу. Разум всегда подбирает наиболее близкую аналогию. Более или менее легко провести четыре недели в больнице мне помогла сугестивная терапия. Я прослушивал магнитофонные записи. Прямо-таки чудесным образом поднявшее мой дух и ускорившее выздоровление. Никаких явлений психического характера в больнице со мной не происходило. Я приписываю это действию транквилизаторов, барбитуратов, которые я принимал каждые три часа. Дома выздоровление пошло обычным порядком. Никаких рецидивов заболевания до сих пор не было. Нужно ли говорить, что после этого случая я стал очень внимательно следить за клапаном. И всякий раз открывавшееся мне видение в точности соответствовало событиям, происходившим дни, месяцы или даже годы спустя. В качестве примера можно назвать дом в Саутерн-Сити, выбранный для нас моей женой. Я сразу же узнал его по цвету и отделке, поскольку видел его за два года до этого. Его точное описание приведено в соответствующей дневниковой записи двухлетней давности. Самое интересное, что в момент предзнания мы и думать не думали на переезде на юг. Другой случай. За пять минут до выхода в эфир уже записанный передатчик клапан открылся, и я увидел, как резко рвется магнитная лента и быстро крутятся бобины. Минут через десять во время вещания лента и в самом деле оборвалась, и ее пришлось спешно заменять ни перед вещанием, ни во время него обрывов никогда раньше не было. Поэтому объяснение, что я мог подсознательно ожидать поломки не годится. Больше того, все склейки я делал сам и был уверен, что они были в порядке. Обрыв произошел вместе с клеенным другим сотрудником, использовавшим пленку перед этим. Третий пример. Клапан открылся в офисе. Загорелся красный свет, и я прочел слова «Давление масла». Час спустя, когда я в своей новой машине ехал домой, на пульте вдруг вспыхнул красный сигнал, предупреждающий, что масло на исходе. В данном случае подсознание также ни при чем. С момента покупки машина не наездила и 500 миль, и к тому же буквально накануне прошла техосмотр. Утечка масла в новом автомобиле маловероятна, и не может быть причиной для подсознательного беспокойства. Я мог бы привести еще примерно 18 случаев предвидения через клапан. Разные по своей значимости, все они касались моей личной жизни, и всякий раз предвиденное сбывалось в точности, если не считать несущественных ошибок в моих интерпретациях. На сегодняшний день механизм действует по следующей неизменной формуле Ш шипящий звук плюс К клапан открывается равняется Б. Будущее предстает перед моим взором. 22 раза эта формула уже сработала. Сработает ли она и в остальных случаях из моей практики, в которых Б еще не состоялось? Воздерживаясь от комментариев приведу из дневниковых записей несколько примеров предвидений на сегодня пока еще не сбывшихся. 3 августа 60-го года Шипение воздуха Клапан Над головой пролетает самолет Закрылки опущены Шасси выпущены Судя по всему терпит бедствие За соседним холмом врезается в землю Я с семьей бегу на помощь Прибежав на место видим Раскалившись до красна самолет медленно горит Обычный бензин не горит так медленно и не дает такого жара На всякий случай велю всем держаться подальше Экипаж погиб и мы ему уже ничем не поможем 5 ноября Буквально Раскалившись Раскалившись нахожу на какой-то на какой-то улице в пригороде Подняв голову вижу сквозь просвет в облаках что-то похожее на самолет Приглядевшись внимательнее различаю что это летательные аппараты каких я никогда прежде не видел пропеллера или реактивные двигатели отсутствуют Впечатление такое что это какая-то необычная ракета только не химическая Три аппарата снижаются чтобы сделать разворот и я вижу что у них черные бока с белыми квадратными окнами крыльев не видно Все три низко пролетают над соседней улицей следом обрушиваются дома и здания не от бомб а от чего-то испускаемого аппаратами Мы в страхе бросаемся в кювет 12 июля 1963 года Шипение воздуха клапан Я с семьей нахожусь в ситуации когда все население города где мы живем стремится бежать Электричество отключено Бензина достать невозможно Все охвачены чувством глубокой безысходности На атомную войну не похоже С радиоактивным выбросом тоже не связано Господствует ощущение гибели и краха цивилизации вследствие какого-то грандиозного события неподвластного человеку 11 апреля 64 года Шипение воздуха клапан Я с семьей нахожусь в большом городе охваченном страшной паникой Все стремятся бежать Я выхожу кажется из квартиры чтобы найти какой-нибудь способ выбраться нам за город Везде суматоха и давка улица запита машинами город похож на разворошенный муравейник Было много и других предвидений личных общих частных локальных глобальных Подтвердить их может только время Хочется надеяться что некоторые из них всего лишь галлюцинации Двенадцатая Загадки без разгадок Некоторые загадки из числа тех с которыми мне пришлось столкнуться выделяются своей особой необъяснимостью Самому мне разгадать их не под силу Остается надеяться на тех кто больше моего понимает в технике и философии Приведу несколько примеров по всей видимости не относящихся ни к локалу два ни к локалу три 23 августа 1963 года вечер В 7.17 прилег вздремнуть на кушетке в кабинете Никакими внефизическими экспериментами заниматься не планировал не успел вытянуться и закрыть глаза как буквально через 2 секунды раздался мощный беззвучный взрыв меня швырнуло через всю комнату в противоположный угол ударившийся стену упал на пол первой мыслью было что в доме и в самом деле произошел какой-то взрыв электропроводка на потолке затрещала и заискрилась голубыми искрами провода оплавились когда я ложился свет был выключен в комнате стоял полумрак мне показалось что случилось громадной мощности короткое замыкание было ощущение покалывания как после электрического удара отличающиеся от вибраций о которых я так часто упоминаю оглядевшись по сторонам увидел свое физическое тело по-прежнему лежащее в расслабленной позе на кушетке видел его совершенно отчетливо тут я задумался всерьез может быть это не заурядный ВТО а самая настоящая смерть ситуация была совершенно необычной что если сердце остановилось и я умер еще не вполне придясь в себя от взрыва я тем не менее не испытывал ни страха ни паники смерть так смерть полежал в углу приходя в себя пошарил под собой рукой как будто коврик впрочем не уверен по крайней мере подо мной что-то твердое затем решил попробовать вернуться в физическое тело даже если не получится я ничего не теряю огромными усилиями воли поднялся подплыл к кушетке и опустился вниз получилось но не совсем оказался в физическом теле лишь наполовину осознав это начал крутиться и извиваться примерно так как делает человек надевающий на руку перчатку через минуту я снова был целым сел физически и включил свет все нормально в доме тихо тело тоже кажется в порядке только покрылась гусиной кожи происшедшее ошеломило меня до сих пор не знаю в чем причина и почему это случилось был ли это не физический взрыв а может какой-то внутренний процесс во мне самом или какое-нибудь внешнее воздействие ничего необычного в своем физическом эмоциональном и психическом состоянии я оглядываясь назад не обнаруживаю при попытках как можно отчетливее вспомнить момент взрыва у меня сложилось представление что это было нечто вроде луча случайно прошедшего через комнату и по пути зацепившего меня в результате чего я оказался выброшенным из физического тела развивая эту мысль пришел к мнению что луч был генерирован каким-то экспериментальным прибором не вполне разработанным теми кто его испытывал поэтому не все его свойства были известны конструкторам на память приходит один любопытный прибор с которым в свое время мне пришлось познакомиться 5 мая 1959 года после полудня сегодня узнал о существовании странного прибора часов около пяти решил поэкспериментировать с техникой лежа на постели мысленно представил график силового поля затем начал считать до 20 никакого результата повернул голову вбок глаза были открыты увидел в окне солнце день солнечный окно выходит на запад вибрации сразу же стали усиливаться закрыл глаза повернулся на спину вибрации покалыванием отдавались в затылке применил прием движения челюстью как и ожидал в зависимости от этого вибрации то усиливались то слабели наконец оптимально отрегулировал настройку челюстью если можно так выразиться в голове вибрации были сильнее чем нужно поэтому сместил их ниже в грудь затем стал распределять их по разным частям тела вернее усиливать в том или ином месте каждый раз когда они проходили по нижней части правого бока появлялось чувство сжения в печени почки или правой нижней части толстой кишки наличия инородного тела или какого-то химиката такое случалось и раньше хотя я кажется об этом не упоминал мысленно захотел подняться вверх и взмыл очевидно мелькнула какая-то посторонняя мысль потому что я тут же перевернулся в воздухе и нырнул вниз пройдя сквозь пол на мгновение услышал звуки оркестра как это бывает когда настраивая радиоприемник проскакиваешь какую-нибудь станцию затем оказался в каком-то недостроенном доме без окон с разбросанными по бетонному перекрытию стройматериалами и мусором сквозь оконный проем виднелся сельский пейзаж с деревьями и полями дом очевидно стоял на склоне холма одной стороной выходя на небольшую долину второй на другой холм пониже бросив взгляд на пол увидел какой-то прибор дюймов восемнадцати длиной казалось его оставили тут ненадолго пока оператор на обеде я взял его в руки и стал с любопытством разглядывать ни на один из известных мне приборов он не походил с виду словно жезл с тремя присоединенными к нему какими-то штуками подняв его на уровень глаз без всякой задней мысли глядя вдоль жезла через окно прицелился в какого-то мужчину стоявшего во внутреннем дворике я обратил на него внимание только сейчас никакого эффекта мужчина обернулся и заметил меня на минуту скрывшись из вида он затем появился из расположенных справа дверей и подошел ко мне он улыбался и насколько я могу припомнить выглядел совершенно обычно увидев у меня в руках прибор он жестом дал понять что покажет мне как тот работает указав на трубку открытый цилиндр он продемонстрировал как надо наводить двигая цилиндр вперед или назад в первом случае получался узкий луч во втором при движении на себя широкий очевидно более слабый затем мужчина указал рукой на другой оконный проем за которым виднелся еще один человек сидевший на стуле и напористо с жаром разговаривавший с кем-то кого мы не могли видеть из-за стены мой собеседник велел мне выдвинуть цилиндр вперед чтобы получился узкий луч я так и сделал а потом как из винтовки прицелился прибором в человека за окном никакого луча или пучка я не заметил но человек вдруг обмяк и стал сползать вниз словно мертвый перепуганный я обернулся к хозяину прибора и волнуясь сказал что кажется убил того парня он улыбнулся и велел мне снова прицелиться в потерявшего сознания знак вопроса только на этот раз сдвинуть цилиндр назад чтобы получить широкий луч после того как я проделал это человек за окном моментально пришел в себя сел и как ни в чем не бывало продолжил разговор хозяин прибора выбил меня на улицу и я спросил того человека не заметил ли он чего-нибудь тот прервал беседу озадаченно взглянул на меня и сказал что нет не заметил тогда я поинтересовался не засыпал ли он не ощущал ли какого-то провала во времени он снова ответил отрицательно отвернулся от меня и возобновил прерванный разговор мой наставник улыбнулся мне и повел на другую сторону дома выходящую на долину давая понять что хочет показать на что еще способен прибор ярдах в трехстах от нас на склоне холма ярко горел небольшой костер клубившийся над ним дымок поднимался в небо хозяин прибора сказал чтобы я сфокусировал узкий луч и направил его туда стоило мне навести прибор как костер тут же потух пламя погасло словно его залили водой дым еще какое-то время подержался в воздухе и растаял заинтересовавшись этой штукой я попросил хозяина объяснить ее устройство он с радостью согласился прибор по его словам состоит из трех частей цилиндр как я уже догадался предназначен для фокусирования луча внутри находится спираль служащая источником энергии за нею располагаются три ребристые пластины похожие на трансформаторные это как он объяснил наименее важные детали их назначение защищать оператора от облучения чтобы продемонстрировать их гибкость он провел по ним большим пальцем и они согнулись затем он спросил все ли понятно я ответил что это похоже на большой триод ближайшая аналогия пришедшая мне в голову он радостно кивнул да триод чувствую что находиться здесь больше не могу и надо уходить я поблагодарил хозяина прибора за интересные сведения он обещал что еще встретиться со мной в где именно не помню моему разуму это место было очевидно известно и я ответил да кадена асуль это испаноязычное вкрапление следствие моей поездки в южную америку в тот момент мне почему-то казалось совершенно естественным именно так обозначить то что я имел ввиду голубую сеть мой собеседник сначала согласно кивнул а затем озадаченно посмотрел на меня и до меня дошло что само по себе выражение правильно просто он не понимает по-испански после этого я вернулся в недостроенное помещение и при помощи прыжка с вытягиванием взлетел вверх миновав всего лишь два или три этажа остановился место где я оказался было похоже на мой офис только почему-то пустой ни мебели ни кушетки на полу и окнах пыль а самое главное отсутствовало мое физическое тело я догадался что это не то место время знак вопроса чтобы попасть туда куда мне нужно следует подняться еще выше пройдя через потолок и оставив позади восемь или десять этажей наконец ощутился в своем настоящем офисе опустился в физическое тело возникло небольшое затруднение с одной рукой затем окончательно соединился с ним сел и открыл глаза часы показывали что времени прошло час и пять минут зарисовал прибор затем сел писать эти заметки когда-нибудь попробую построить такую штуку которая усыпляет и будет людей да еще тушит огонь 11 марта 61 года вечер а я то решил что как обычно вернулся в свое физическое тело открыл глаза и увидел себя в чужой постели рядом стояла незнакомая женщина и улыбалась радуясь моему пробуждению еще одна пожилая женщина стояла у нее за спиной они были счастливы что наконец-то после долгой болезни я пришел в себя и уверяя что теперь все будет хорошо помогли мне встать с постели на мне было что-то вроде халата одежда женщин показалась мне вполне обычной попытался объяснить им что я совсем не тот за кого они меня принимают но они лишь согласно поддакивали видимо полагая что я брежу спросил какой сегодня день они понимающие заулыбались в ответ словно я был не вполне в себе так оно и было хотел попросить календарь но потом решил просто узнать какой сейчас год спросил об этом у молодой женщины видимо моей жены точнее жены того тела она ответила что 1924 по греческому знак вопроса летоисчислению совершенно отчетливо ощущая что больше там находиться не могу вопреки решительным возражениям женщин вышел из дома стоя на улице попробовал подняться вверх было чувство что мне нужно вверх очень высоко вверх попытался взлететь но они уцепились за меня подняться вверх не получилось и я забеспокоился было ясно что я нахожусь совсем не там где надо вспомнил дыхательный прием и стал хватать воздух полуоткрытым ртом начал медленно подниматься над зданием оно оказалось по форме похожим на подкову все еще ощущая как они пытаются удержать меня продолжал дышать тяжело и быстро все быстрее и быстрее движение ускорилось и вот уже вокруг знакомое голубое мелькание вдруг остановился и понял что нахожусь высоко в небе а внизу подо мной сельский пейзаж с разбросанными там и сям домами местность выглядела знакомой и мне показалось что я вижу наш дом и другие здания между рекой и дорогой спустился вниз к дому и через минуту соединился со своим физическим телом сел весь в целости и с облегчением огляделся вокруг теперь я на месте 17 августа 1960 года вечер на этот раз попытка неудачная если не сказать больше примерно в 11 30 вечера находясь в спальне проделал процедуру 120 ЛК вышел с намерением посетить огню Бенсона начал перемещаться словно меня несло ветром но почти сразу же по крайней мере так мне показалось вернулся физическое я не лежал в постели а стоял какой-то грузный и сутулый мужчина поддерживал меня слева он был гораздо выше меня справа меня поддерживала молодая девушка они заставляли меня пройтись по комнате ходить мне было трудно но они держали меня с обеих сторон под локти я слышал как они переговаривались между собой насчет моих рук с ними что-то было не в порядке не то чтобы мужчина с девушкой были ко мне недружелюбны нет просто мне было ясно что я попал куда-то не туда к счастью я не растерялся применил вытягивание и пулей вылетел оттуда прочь спустя две секунды я снова был в своем физическом теле прежде чем пошевелиться внимательно осмотрелся физически тело мое спальня моя прошло еще много времени пока наконец я успокоился и смог заснуть 23 ноября 60-го года вечер просто поразительный случай не хотел бы чтобы такое повторилось еще раз лег спать поздно часа в два ночи очень усталый вскоре без всякого усилия с моей стороны начались вибрации и я решил вопреки необходимости отдохнуть попробовать сделать что-нибудь может быть именно в этом и заключается отдых вышел из тела легко мельком одно за другим посетил несколько мест затем вспомнив что нужно отдохнуть решил попробовать вернуться в физическое мысленно представил себе свое тело и буквально в тот же момент очутился в постели но что-то сразу показалось мне не так над ногами у меня помещалось какое-то похожее на ящик приспособление предназначенное видимо для того чтобы удерживать простыни от соприкосновения с ногами в комнате находились двое мужчина и женщина в белом очевидно сиделка они тихо переговаривались между собой стоя поблизости от постели у меня мелькнула мысль что что-то случилось может быть жена обнаружила мое тело бездыханным и срочно поместила меня в больницу в пользу этого говорили стерильная чистота комнаты и присутствие сиделки но все же что-то здесь было не то через минуту те двое замолчали женщина сиделка вышла из комнаты а мужчина подошел к постели я перепугался ибо понятия не имел что ему нужно а когда он мягко но крепко взял меня за плечи и склонился надо мной глядя мне в лицо своими блестящими на выкате глазами я испугался еще сильнее самое скверное состояло в том что мои отчаянные попытки пошевелиться ни к чему не приводили казалось все мускулы моего тела были парализованы внутренне содрогаясь от ужаса я всеми силами пытался отпрянуть от нависшего надо мной лица затем к моему неописуемому изумлению он наклонился еще ниже и поцеловал меня в щеки я явственно ощутил прикосновение Бакенбарт и разглядел что глаза его блестели отстоявших в них слез после этого он выпрямился выпустил мои руки и медленно вышел из комнаты несмотря на сковывавший меня ужас я сообразил что ни в какую больницу жена меня не помещала и что я снова попал куда-то совсем не туда нужно было что-то предпринимать но как я не старался напрягая всю свою волю ничего не получалось через какое-то время я услышал в голове у себя шипение похожее на звук издаваемой сильной струей пара или воздуха подчиняясь некоему смутному побуждению я сконцентрировался на нем и стал им пульсировать делая его то тише то громче все сильнее и сильнее учащая пульсацию я вскоре довел ее до вибрации высокой частоты попробовал подняться из тела удалось беспрепятственно немного спустя слился с другим физическим телом на этот раз я был осторожен ощупал постель за стеной раздавались знакомые звуки когда открыл глаза в комнате было темно пошарил там где должен быть выключатель он оказался на месте включил свет и вздохнул с огромным огромным облегчением я вернулся 7 июня 63 года вечер спустя некоторое время начал удаляться на улице встретил женщину тоже летевшую она напомнила мне что мы можем опоздать вернуться куда не знаю и что нас могут не пропустить туда куда мы направляемся затем мы приблизились к зданию похожему на крупный институт больницу знак вопроса и благополучно прошли прямо через дверь не открывая ее очевидно чтобы избежать поджидавшего нас вахтера а также проверки в палате с замечанием за опоздание за что полагалось какое-то наказание в здании мы расстались и сразу же какой-то мужчина дружелюбный по виду врач обратился ко мне сказав что займется мною и что мне нужно подождать во втором офисе справа я подчинился хотя и не вполне понял какой офис он имеет ввиду в каждом находилось по нескольку человек оживленно беседовавших и не обращавших на меня никакого внимания после некоторого ожидания во втором офисе наконец появился тот самый мужчина осмотрел меня и заявил что мне требуется лечение затем он стал говорить о том что нужно провести титрование до объема 1500 кубических сантиметров после чего вновь довести его до нормы что все это значит не знаю я спросил его для чего нужно лечение и он ответил чтобы вселенная или человечество могло развиваться и совершенствоваться я снова спросил зачем имея ввиду зачем нужно совершенствоваться он не ответил мысль о лечении беспокоила меня вскоре после этого я ощутил потребность вернуться физическое и благополучно возвратился назад 13 июля 61 года после полудня вечер из поездки в Кейнкот вернулся в Хайанис усталым и во второй половине дня прилег отдохнуть после того как расслабился самопроизвольно наступил уже знакомый выход из тела через подъем вверх и я оказался парящим над задним двором какого-то дома рядом с гаражом во дворе находилась собака большая типа немецкой овчарки заметив меня она яростно залаяла из-за угла дома справа если стоять к нему спиной вышел какой-то мужчина вытащил револьвер и прицелился в меня не успев сообразить что пули мне пожалуй не страшны я поспешно ретировался вернувшись назад решил что этим инцидент исчерпан из деталей смог припомнить только то что мужчина был очень высокого роста вечером после отхода ко сну волна нахлынула вновь и я медленно выплыл из тела паря над какими-то домами я размышлял что же делать дальше как вдруг передо мной очутился тот же самый мужчина и преградил мне путь от него исходили уверенности сила он спросил меня зачем мне нужен президент сначала я удивился так как ничего похожего на намерение увидеться с Эйзенхауэром именно он ассоциировался у меня с президентом мне ни в голову не приходило тут у меня мелькнула мысль о некоем плане мирного урегулирования и я сказал об этом высокому человеку а где гарантии что вы преданы соединенным штатам спросил он я растерянно ответил что соответствующие сведения обо мне должны находиться в Вашингтоне с минуту помолчав он сказал что сейчас встреча с президентом невозможна я с готовностью подчинился и вернулся назад только лежа в постели и размышляя о происшедшем я вспомнил что Эйзенхауэр уже не президент кроме того у меня вдруг возникло стойкое убеждение что у Кеннеди есть психический телохранитель точнее разумохранитель потом мне вдруг подумалось что в этот уикенд Кеннеди возможно окажется в Хайанисе спустившись вниз я взял местную газету и на первой странице прочитал репортаж о том что сегодня днем в город прибывает президент это была первая газета которую я взял в руки за последние два дня таковы некоторые примеры событий не поддающихся никакой классификации и уж во всяком случае не укладывающихся в рамки обычных заурядных сновидений вполне возможно что каждый из них представляет собой всего лишь фрагмент живой мозаики которую всю целиком можно будет увидеть только когда-нибудь в будущем надеюсь что для созерцания панорамы во всей ее полноте умирать не обязательно 13 второе тело самое надежное подтверждение существования того или иного явления его повторяемость и многократность с помощью довольно тщательных насколько это было в моих силах аналитических экспериментов и я пришел к бесповоротному убеждению в существовании второго тела полагаю что оно имеется у каждого трудно допустить чтобы я в этом смысле был каким-то исключением итак что же оно собой представляет каковы его характеристики предлагаю вниманию читателя выдержки из своего дневника с описанием лишь некоторых из сотен и сотен опытов такого рода 11 июня 58-го года после полудня снова открыл глаза все как будто в порядке если не считать вибрации и грохочущего рева еще звучавшего у меня в голове закрыл глаза вибрации и рев усилились решил попробовать подняться вверх и плавно взмыл над кушеткой оказавшись в центре комнаты затем мягко словно падающее перо опустился вниз коснулся пола голова и плечи на ковре поясницы и ноги под углом к полу в воздухе впечатление такое что голова перевешивает остальное туловище сильнее реагирует на гравитацию впрочем все тело легонько притягивается к земле похоже я по-прежнему обладаю весом сколь бы малым он ни был 19 июля 1958 года после полудня опять лежал на кушетке ощущая очень плавные вибрации открыл глаза и огляделся все в порядке вибрации продолжаются пошевелил согнутыми руками и вытянул их вверх лежал на спине ощутил как они выпрямились но поглядев к своему изумлению слово удивление здесь не подходит увидел их по-прежнему сложенными у себя на груди подняв взгляд кверху туда где чувствовал их увидел светящиеся очертания своих рук и ладони именно в том месте где по ощущению они должны были находиться снова посмотрел на скрещенные руки затем на их яркие контуры вытянутые вверх сквозь них были видны находящиеся за ними книжные полки ярко светящиеся эти контуры шевелились когда я ощущал свои руки шевелящимися или двигал ими по своему желанию я растопырил пальцы светящиеся пальцы тоже растопырились и я почувствовал это сложил ладони светящиеся ладони соединились и я почувствовал как они пожимают друг друга ощущение такое что это самое настоящие ладони никакой разницы так я лежал минут десять пытаясь разобраться в этой странной ситуации визуально я видел свои руки сложенными у себя на груди одновременно я видел светящиеся очертания своих рук вытянутые вверх попробовал пошевелить физическими руками ничего не получилось стал двигать светящимися руками контурами сработало безотказно попытался нащупать что-нибудь физическими руками никаких ощущений сложил вместе светящиеся контурные ладони на ощупь все совершенно нормально потер контурными ладонями контурное предплечье нормальное плотное на ощупь протянул контурную руку к полке рядом с постелью но не нашел ее контурная рука прошла сквозь нее вибрации стали слабеть и я быстро положил светящиеся контурные руки назад на грудь ощущение было такое будто натягиваешь длинные перчатки после этого я смог пошевелить физическими руками оставаться по завершении вибрации снаружи мне не хотелось что было бы случись подобное не знаю и узнавать честно говоря не хочется 5 мая шестидесятого года вечер несколько раз в момент выхода из физического тела я чувствовал как кто-то живой и теплый прижимается ко мне сзади после встреч с мыслеформами и прочими неприятными созданиями я стал осторожничать каждый раз ощутив у себя на спине это существо я сразу же возвращался в физическое тело меня не оставляло уверенность что оно еще хуже мысли детей может быть даже сексуальными отклонениями хотя какого-либо сексуального оттенка я не заметил не на шутку напуганно я старался вести себя осмотрительней предположение о сексуальной извращенности возникло после того как я ощутил на лице прижимающемуся к моему физическому затылку щетину самую настоящую густую щетину какая бывает у небритого мужчины кроме того я слышал как он тяжело сопит мне прямо в ухо это не какой-то там нежный мысли ребенок а взрослый мужик сопящий от страсти очевидно с сексуальными отклонениями иначе зачем ему было на меня забираться а как бы я вел себя окажись на его месте существо женского пола думаю что так же постарался бы избавиться от него 22 мая 60-го года вечер щетина и оказалась ключом к разгадке можно уже не бояться этого типа он никуда не исчез но теперь я знаю кто это сегодня после того как пять раз в испуге возвращался физическое тело я наконец-то набрался немного храбрости и чуть высунувшись из тела потихоньку ощупал того кто был у меня за спиной все тоже небритое лицо уткнувшееся мне в затылок и сопение в самое ухо осторожно чтобы не вспугнуть протянул руку назад и ладонью потрогал лицо того кто сзади нащупал бакенбарды самые натуральные сопение продолжалось тело по прежнему прижималось ко мне сзади я вернулся в физическое сел физически и принялся размышлять в задумчивости провел рукой по подбородку мелькнула мысль надо бы побриться и тут я замер еще раз потер подбородок ощущение показалось знакомым совсем как неужели теперь я заметил что в горле у меня пересохло как будто я дышал ртом как дышит человек когда проверить догадку можно было только одним способом я лег и принялся вызывать у себя вибрации они вскоре наступили и я медленно выбрался из физического тела все на месте чье-то тело сзади небритое лицо у моего затылка сопение над ухом осторожно протянул руку и нащупал заросшее щетинное лицо оно показалось очень похожим на мое задержал дыхание вернее сделал это мысленно сопение над ухом прекратилось вдохнул раз два снова задержал дыхание тело сзади дышало в такт мне тем типом был я сам вернулся физически и сел и задумался над вопросом кто есть кто в результате пришел к выводу что тот кто сзади кого я слышу и ощущаю мое физическое я спереди же мое ментальное или подлинное я основанием для такого заключения служит то что физические ощущения не связанные с ними действиями принадлежат заднему телу тогда как мысль присуща переднему я удивительно но так с тех пор я не испытываю затруднений сталкиваясь с феноменом поистине люди пугаются собственной тени 8 августа 60 года после полудня поставил еще один интересный эксперимент лег и проделал процедуру со счетом по возрастающей вибрации сначала сильные и резкие по мере ускорения частоты перешли в плавные по приблизительной оценке начальная частота около 30 циклов в секунду участившись вибрации стали восприниматься просто как тепло решил медленно подняться вверх чтобы понаблюдать за процессом попробовал сначала показали светящиеся ноги затем поясница и все высвободить грудь и плечи несмотря на все усилия не получилось довольно странно стал двигать ногами и поясницей вверх и вниз мог наблюдать их физическими глазами вдруг появился астигматизм чтобы отделить ноги от физического тела несколько раз попробовал поднять их вверх затем вправо и опустить вниз каждый раз они медленно опускались и коснувшись края кушетки свисали на пол при этом они изгибались так словно были без костей подобно свободно падающему куску ткани повторяющему очертания накрываемого им предмета никаких посредствий по возвращении в тело не заметил время пребывания вне тела 22 минуты 16 сентября 60 года после полудня в субботу опять вышел из физического тела решив попробовать остаться на месте то есть в той же комнате снова обратила на себя внимание удивительная эластичность этого другого тела стоя в центре комнаты я мог дотянуться до стены находившейся в восьми футах от меня поначалу рука не доставала но я продолжал ее вытягивать и вот она ощутила поверхность стены в результате рука стала в два раза длиннее но при этом никаких изменений в ней я не заметил ослабил усилия и она приняла свой обычный вид этим подтверждается другой вывод руке можно придать любую форму стоит только сознательно или бессознательно мысленно представить ее себе оставленная без внимания она обретает свой обычный вид подозревая что можно принять вообще любой облик о котором сознательно помыслил можно к примеру временно превратиться в кошку или собаку не здесь ли кроется источник мифологических представлений об оборотнях и вампирах признаюсь проверять это предположение мне что-то не хочется 10 октября 62-го года вечер нашел еще один ключ к ответу на вопрос о том как я выгляжу вне физического тела рано вечером примерно в 7.30 решил попробовать навестить Р.У. в ее квартире в 8 милях от моего дома я был уверен что она сможет почувствовать не физически конечно мое присутствие без каких бы то ни было трудностей тут же очутился в какой-то гостиной где рядом с ярким светом сидел кто-то показавшийся мне Р.У. приблизился к ней но она похожа не обратила на меня никакого внимания затем я уверен она увидела меня но кажется испугалась я отступил назад и заговорил с ней но тут что-то повлекло меня назад физическое и я оказался у себя в спальне в своем теле вибрации угасли причиной возвращения была рука затекшая от недостаточного кровообращения я лежал в неудобной позе этот эпизод имел очень важное продолжение на другой день Р.У. спросила меня что я делал накануне вечером я поинтересовался почему это ей так важно и она рассказала после ужина я сидела в гостиной и читала газету что-то заставило меня поднять глаза и в другом конце комнаты я увидела нечто висящее и колышущееся в воздухе я спросил как оно выглядело словно отрез тонкого как паутина серого шифона ответила она сквозь него были видны находившиеся за ним стена и стул затем оно стало приближаться ко мне я перепугалась потом подумала что это может быть ты и спросила Боб это ты но оно только висело в воздухе слабо колеблясь я еще раз спросила не ты ли это и если да попросила тебя уйти домой и не тревожить меня тогда она отступила назад и быстро расставила она спросила в самом ли деле это был я и я ответил что может быть тогда в следующий раз скажи что-нибудь чтобы мне быть уверенной и не бояться я успокоил ее что так и сделаю таким образом я не очень ярко выраженный призрак и в этом состоянии не обладаю иногда по крайней мере человеческим обликом 21 ноября 62 года вечер на этот раз решил совершить сугубо локальную экскурсию медленно поплыл через комнату к двери затем вспомнил что в этом состоянии дверь мне не нужна повернулся и направился прямо на стену рассчитывая пройти сквозь нее не получилось соприкоснувшись со стеной я не смог проникнуть через нее ощущение было точно такое же какое бывает когда физически наталкиваешься на стену руками решил что что-то здесь не так ведь раньше я легко проходил сквозь стены должно получиться и на этот раз с этой мыслью толкнулся вытянутыми руками в стену моментальное сопротивление и я проник через нее словно это была не стена а вода но с одним отличием я четко ощущал все слои составляющих ее материалов краску штукатурку дранку обшивку и наконец внешнее покрытие это напомнило мне случай когда я рукой проткнул пол почему при первой попытке я почувствовал необычное сопротивление 15 февраля 63 года вечер очень необычный эксперимент легко поднявшись из тела и оставшись в комнате наконец-то набрался храбрости внимательно рассмотреть свое физическое тело лежащее на постели медленно спустившись вниз стал шарить руками в полумраке комната была освещена лишь светом вечерних сумерек с улицы и быть может это было к лучшему ибо в разглядывании своего физического тела есть что-то отталкивающее шаря внизу руками в поисках своей физической головы наткнулся на ноги сначала решил что попал куда-то не туда и это не я но тут нащупал пальцы своих ног на ногте большого пальца левой ноги у меня нарост когда-то давно придавил бревном теперь его не было ощупал руками правую ногу ноготь большого пальца с наростом все наоборот словно в зеркальном отражении медленно ощупал тело но за исключением большого пальца так и не смог определить перевернуто оно или нет самое необычное в том что я могу чувствовать физическое а не просто проникать сквозь него руками довольно жутко ощупывать свое лицо так словно оно чужое наклонившись поближе стал разглядывать да это я но не совсем такой каким привык себя представлять а может быть я и в самом деле не столь привлекателен как в том уверяет меня тщеславное самолюбие никогда не считал себя красавцем но о своей внешности был несколько лучшего мнения а тут еще это зеркальная перевернутость может быть паря в полумраке я просто потерял ориентацию но ведь нарост на ногте оказался не на левой ноге а на правой надо бы с этим разобраться 18 марта 60 года вечер этот эксперимент подсказан мне доктором брэдшоу после моих первых выходов из тела он спросил есть ли на мне когда я нахожусь в нефизическом состоянии какая-нибудь одежда самому мне подобный вопрос не приходил в голову думаю потому что я вообще-то довольно равнодушен к одежде и оцениваю ее лишь с точки зрения удобства и защиты от холода ощупал свое второе нефизическое тело только кожа в гусиных пупырышках и никакой одежды по крайней мере в этот раз 23 ноября 61 года вечер вышел из физического тела при помощи приема катящееся бревно направился через комнату но что-то как будто мешало мне словно пытаешься идти по воде а тебя за руки и за ноги тянет назад и никак не можешь сдвинуться с места вдруг меня как будто дернули за спину и я кувыркнувшись назад вверх ногами очутился в физическом теле сел физически кто-то моя дочь стучался в дверь может быть это так резко дернуло меня назад а может шнур на котором мне доводилось читать седьмого июля шестидесятого года после полудня эксперимент повторить который мне бы не хотелось я оказался в заряженной клетке фарадея медный ячеистый экран над землей под постоянным током напряжение пятьдесят киловольт решил попробовать пройти сквозь клетку из физического тела вышел без затруднений а затем запутался в каком-то большом мешке из гибкой проволоки в ответ на мои усилия мешок подавался но проникнуть сквозь него я не мог я бился словно животное попавшее в силки и в конце концов вернулся в физическое тело поразмыслив пришел к выводу что это была не сама проволока а электрическое поле повторявшее форму клетки только более гибкое может быть этот феномен лежит в основе ловушки для призраков 30 октября 60 года после полудня примерно в 3 15 лег с намерением посетить ЭУ в его доме находящемся на расстоянии 5 миль с некоторыми затруднениями мне в конце концов удалось вызвать у себя состояние вибрации отделившись от физического тела остался в комнате мысленно сконцентрировавшись на ЭУ медленно сравнительно тронулся в путь вдруг оказался над оживленной улицей перемещаясь над тротуаром на высоте примерно 25 футов на уровне верхнего края окон второго этажа узнал улицу главная улица городка узнал и квартал над которым пролетал в течение нескольких минут скользя над тротуаром разглядел заправочную станцию на углу и белого цвета машину со снятыми задними колесами стоящую перед раскрытыми решетчатыми дверями перепачканными смазкой был расстроен тем что не попал к ЭУ не видя ничего достойного интереса решил вернуться в физическое тело что и проделал без каких-либо затруднений вернувшись сел и стал анализировать почему не попал туда куда собирался следуя какому-то внутреннему побуждению встал спустился в гараж сел в машину и проехал пять миль до городка где жил ЭУ решив извлечь хоть какую-то пользу из этой поездки и проверить виденное сверху поехал к тому самому углу Мейн-стрит где видел белую машину перед открытыми дверями она была на месте хоть и мелочь а все-таки какое-то подтверждение подняв голову вверх туда где я плыл над тротуаром замер от неожиданности именно на том уровне проходили электрические провода довольно высокого напряжения может электрическое поле притягивает второе тело не благодаря ли ему оно обладает способностью перемещаться в пространстве вечером этого дня я все же попал в дом К.У. Кажется уже в первый раз я был не очень далеко от цели примерно в 3.25 он как выяснилось позже шел по Мейн-стрит а я следовал за ним прямо у него над головой не подозревая об этом 9 января 61 года вечер в ответ на вопрос заданный мне во время одной из наших бесед миссис Брэдшоу решил узнать в самом ли деле между физическим и вторым телами существует некий шнур если таковой и есть то раньше я его никогда не замечал разве что время от времени ощущал какое-то странное подергивание с этим намерением поздно вечером почти в сумерках проделал процедуру памяти с помощью вращения вокруг оси выбрался из физического тела и остался в комнате в нескольких футах выше и в стороне от тела обернулся назад в поисках шнура но ничего не увидел либо потому что было темно либо его просто не было затем ощупал себе голубу не отходит ли он откуда-нибудь спереди сверху или сзади пока изучал затылок рука легонько зацепилась за что-то сзади и я принялся шарить там обеими руками то что мне удалось обнаружить выходило не из головы как я ожидал а насколько мне удалось установить из места расположенного посредине между лопатками нащупал основание оно в точности напоминало растопыренное корни дерева расходящееся в разные стороны от основного ствола корни шли как наружу так и ко мне в спину вниз до середины торса вверх в шею его во плеча пощупав дальше от спины обнаружил что они сходятся в шнур если можно назвать шнуром двухдюймовой толщины кабель свободно свисающий вниз я совершенно явственно на ощупь чувствовал его структуру теплый как человеческое тело он показался мне состоящим из сотен тысяч похожих на сухожилия волокон плотно прилегающих друг другу однако не перекрученных и не свитых спиралью он был гибким и не имел кожного покрова удостоверившись в его существование я взлетел и отправился в путь описанные выше основные характеристики второго тела подтверждались много раз и разными способами однако метода их объективной оценки пока не существует возможно со временем он появится поэтому приходится полагаться лишь на личный опыт и наблюдение других и так что же нам известно о втором теле во первых оно обладает весом в нашем понимании и подвержены силе тяготения хотя и в гораздо меньшей степени чем физическое тело физик вероятно сказал бы что это определяется массой способность же проникать сквозь стены предполагает очень низкую плотность позволяющую просачиваться между молекулами образующими материальную структуру препятствия столь малая плотность предполагает и малую массу тем не менее это видимо его материя этот вывод подтверждается и тем экспериментом в ходе которого ноги и поясница отделившись от физического тела плавно опустились вниз и свесились с постели масса малой плотности упала словно перо проталкивание сквозь стену также может служить примером первоначальное сопротивление могло быть вызвано чем-то вроде поверхностного напряжения выражаясь терминах теории вибраций которые будучи преодоленным уже не препятствуют массе более низкой плотности проникать между молекулами стены таковы выводы которые вероятно сделал бы склонны к обобщениям физик во вторых при некоторых условиях второе тело может быть видимо для этого оно должно либо отражать либо излучать свет в определенном диапазоне или по крайней мере вблизи него на основании эксперимента с руками и ногами можно допустить что я видел испускаемый свет но только по контуру тела само тело при дневном освещении оставалось невидимым следует правда иметь ввиду что это могло стать возможным в силу обострения или изменения восприятия моего сенсорного механизма серый шифон наблюдавшийся РУ при искусственном освещении и в состоянии бодрствующего сознания может представлять собой нечто иное возможно судя по описанию относящиеся к категории отраженного свет данный эксперимент свидетельствует о том что по-видимому существует условия при которых наблюдатель находящийся в состоянии бодрствующего сознания в состоянии визуально фиксировать присутствие второго тела каковы эти условия мне неизвестно в-третьих присущее второму телу чувство осязания по всей видимости очень сходно с физическим когда нефизические руки касаются друг друга ощущение идентично тому как если бы это были физические руки то же самое демонстрирует и эксперимент со шнуром руки в состоянии ощущать нефизическое я и это ощущение аналогично прикосновению плоти к плоти как оно воспринимается нашими рецепторами кроме того есть указания на то что нефизическими руками можно осязать физическое тело результат при этом тот же самый это подтверждается экспериментом с непосредственным обследованием тела начиная с пальцев ног о том же свидетельствует и опыт с человеком за спиной когда я осязал непосредственную близость физического тела не руками а другими частями своего нефизического тела судя по всему в так называемом локальном состоянии второе тело может воспринимать и осязать также и физические предметы в четвертых второе тело очень пластично и может по желанию индивида принимать любую форму об эластичности свидетельствует способность вытягивать руку в три раза длиннее обычного экстраполируя и сами нефизические путешествия можно расценивать как колоссальное растяжение некой субстанции испускаемой физическим телом мгновенное превращение в физическое когда желание пребывать вовне иссякает придает правдоподобие этому предположению колышущаяся прозрачная ткань в качестве внешнего вида второго тела пока никакому анализу не поддастся но видимо опять-таки указывает на его пластичность следует допустить что если разумом или волей второму телу не придается та или иная форма оно приобретает знакомый нам гуманоидный облик автоматически в силу его ментальной привычности в пятых нельзя исключать возможность того что второе тело представляет собой обратную проекцию физического это подтверждается его способностью отделяться посредством приема катящееся бревно и экспериментом с обследованием инертно лежащего физического тела в ходе которого оба тела оказались в прямо противоположном положении относительно друг друга голова к ногам что впрочем может объясняться потерей ориентации в условиях недостаточного освещения однако в комплексе с идентификацией большого пальца данное обстоятельство заслуживает внимания подтверждение высказанному предположению можно обнаружить и в результатах других экспериментов первоначально приписанных мною дезориентацией и сугубо субъективным реакциям концепция обратной проекции может оказаться неким образом связанной с теорией антиматерии в шестых непосредственное изучение устройства второго тела судя по всему подтверждает наличие между ним и физическим телом связующего их шнура начиная с глубокой древности многократно описанного в эзотерической литературе для каких целей он служит пока не ясно можно предположить что посредством этой коммуникации сосредоточенный во втором теле разум осуществляет контроль над физическим телом по-видимому по тому же каналу информация от физического тела поступает во второе о чем свидетельствует вызванный недостаточной циркуляцией крови в затекшей руке сигнал к возвращению и предупреждающий стук в дверь если таковой канал коммуникации и в самом деле существует он должен как и само второе тело обладать чрезвычайной эластичностью позволяющей ему растягиваться до практически неограниченных пределов в седьмых заслуживает самого пристального внимания воздействия на второе тело электричества и электромагнитных полей на это указывает эксперимент с клеткой Фарадея а также движение второго тела над улицей в пределах или поблизости от поля образованного электрическим током а может быть и в самом токе идущим по проводам высокого напряжения 14 разум и сверх разум вслед за описанием физических характеристик второго тела очень важно рассмотреть вопрос как реагирует на него разум то что я не делаю даже попытки проанализировать феномен в терминах психиатрии психологии или физиологии может вызвать возражение представителей этих дисциплин но у меня иная цель изложить проблему так чтобы данный раздел равно как и предыдущие адресованные ученым всех специальностей послужил отправным пунктом для дальнейших исследований чаще других мне задают такой вопрос откуда вам известно что это не сновидение и ваши опыты не галлюцинации или сны наяву на это я могу ответить лишь контрвопросом а откуда нам известно что наш опыт бодрствования реален как уже говорилось в начале я долгое время и в самом деле был уверен в том что это сны или галлюцинации и лишь по мере накопления доказательств стал понимать что все гораздо серьезнее от типичного состояния сновидения мои опыты отличаются прежде всего следующим первое ощущением непрерывности сознания второе интеллектуальными или эмоциональными решениями а может быть их сплавом принимаемыми во время этих опытов третье многозначностью воспринимаемого через сенсорные каналы или их эквиваленты четвертое неповторяемостью одних и тех же ситуаций пятое развитием событий в последовательности что предполагает временную протяженность можно со всей уверенности утверждать тот факт что воспринимаемое в этом состоянии не снится а сознается столь же отчетливо как если бы вы бодрствовали присущие бодрствованию характеристики применимые к этому состоянию в полной мере это-то избивает с толку на начальном этапе экспериментирования проявляющаяся двойственность существования целиком противоречит всему чему учат нас наука и опыт человечества полностью убедиться в реальности этого состояния можно лишь пережив его самому может быть это результат самогипноза в сочетании с постгипнотическим внушением весьма возможно что метод с помощью которого вызывается данное состояние и в самом деле во многих отношениях схож с гипнозом впрочем существо последнего само по себе едва ли понятно применяемое в гипнозе внушение может быть лишь частью процесса активации однако мною предпринимались огромные усилия чтобы исключить любое косвенное внушение или раздражители которые могли бы вызвать галлюцинации когда мы лучше постигнем природу гипноза его отношение к описываемым здесь методам прояснится если в этом состоянии разум действует иначе чем обычно то в чем суть этих различий складывается впечатление что сознающий разум то есть целостность личности проходит через процесс постепенного обучения в результате происходит его эволюционная адаптация и подключение к скрытой части целого итогом чего становится равномерное смещение сознательного бессознательного и сверхразума трансцендентного я каждый из которых полностью отдает себе отчет в существовании друг друга однако такая амальгама возможно только во втором состоянии физической же среде она доступна восприятию лишь в ограниченной мере на начальных этапах освоения второго состояния мысль и действия почти целиком подчинены бессознательному субъективному разуму попытки рационального постижения оказываются погребенными под лавиной эмоциональных реакций все основные субъективные влечения резко выступают на первый план требуя к себе внимания и или своего удовлетворения игнорировать их невозможно первыми проявляются глубинные страхи которые казалось бы должны были уже исчезнуть за ними или вместе с ними возникает столь же сильное сексуальное влечение подробнее к нему мы еще вернемся вместе они представляют серьезное препятствие на пути последовательного развития второго состояния на протяжении всей истории человечества страх и сексуальность были главными побудительными силами подлежащими контролю со стороны любой формы социальной организации неудивительно что они играют столь важную роль и во втором состоянии не сразу но все же сознающий разум начинает воздействовать на эту на первый взгляд неупорядоченную и лишенную всякой логики массу привнося в нее порядок и объективное восприятие поначалу эта задача кажется невыполнимой однако со временем сознающий разум приспосабливается и начинает сосуществовать в симбиозе с ней лишь изредка теряя управление это не значит что он полностью контролирует второе состояние скорее он выступает в роли преобразователя воли хозяина или некой побудительной силы кто же этот хозяин назовем его сверхразумом душой сверх я само по себе это не столь существенно важнее другое сознающий разум автоматически и безоговорочно реагирует на команды своего хозяина в физическом состоянии мы почти не отдаем себе в этом отчеты во втором же состоянии это происходит само собой сверхразум не испытывает никаких сомнений относительно того что есть правильно проблема возникает только тогда когда сознающий разум упрямо отказывается признать это высшее знание сверхразум прокладывает себе множество нисходящих путей большинство из которых похоже выходит за пределы нашего постижения наиболее известной и наименее совершенной из них наследственность по мере постепенной адаптации появляется возможность определить некоторое поддающееся наблюдению закономерности характеризующие среду второго состояния синхронность мысли и действия тогда как в физическом состоянии действия следуют за мыслью здесь они тождественны одно другому механической трансляции мысли в действие не существует шаг за шагом приходит осознание мысли как самостоятельной силы а не просто катализатора именно эмоциональная сила мысли постепенно обретает форму последовательного действия движение творится мыслью о движении конечный пункт движения определяется мыслью о том кого намереваешься посетить точно так же перемещение в незнакомые области часто происходящее без сопутствующего осознания их мотивов оказываются подчиненными воле сверхразума мыслительные стереотипы присущие физической деятельности оказывают сильное влияние на поведение во втором состоянии с удивлением открываешь у себя массу мелких самим же воспитанных мысленных привычек зачастую поразительных своим автоматизмом хотя сами по себе сугубо физические привычки потребности или желания например голод боль потребность курить отсутствуют мелкие назойливые стереотипы и условности продолжают сбивать с толку и отвлекать внимание единственным исключением остается сексуальность но и она оказывается искаженной влиянием искусственных социальных норм и порожденных ими стереотипов проиллюстрирую сказанное примером из дневниковых записей 11 июня 63 года вечер когда они подошли ко мне чтобы взяв за руки провести через эту область моя рука сама собой потянулась к правому нагрудному карману проверить на месте ли бумажник потребовалось несколько мгновений чтобы сообразить что никакого бумажника нет равно как возможно и самого пиджака и те кто меня держит вовсе не помышляют о похищении несуществующего бумажника средствия проживания в перенаселенном большом городе на подобные мелочи наталкиваешься постоянно и это сбивает с толку единственный способ от них избавиться распознать их одну за другой тогда они уже не мешают тоже относятся и к мыслям о форме физического тела например если вы привыкли обостренно воспринимать наготу то автоматически будете представлять себя одетым и следовательно именно так и будете выглядеть форма вашего физического тела воспроизводится с точностью до последнего волоска и царапины если только вы не заставите себя мыслить иначе и наоборот если ваши мысленные привычки направлены в другую сторону вы в состоянии по своему намерению или неосознанно принять соответствующий облик подозревая что второму телу можно придать любую желаемую форму как только мысль об этом исчезает оно вновь принимает свой обычный человеческий вид это позволяет сделать интересное предположение относительно мифологии если есть желание испытать ощущение четвероногого второе тело можно на время превратить в большую собаку тогда кто-нибудь обладающий способностью видеть во втором состоянии а таких людей вероятно много увидит оборотня таким же образом могли появиться легенды о полулюдях полукозах или полулошадях можно придумать себе крылья и летать мгновенно превратившись в летучую мышь вампира поэкспериментировав силой мысли во втором состоянии приходишь к выводу что это не так уж невозможно говоря другими словами похоже нет ничего что в этой новой старой иной жизни не могло бы быть произведено мыслью поэтому самым настоятельным образом предупреждаю нужно быть абсолютно уверенным в результате своего желания и постоянно контролировать свои мысли изменения восприятия трансформации в этой области столь же значительны сколь и труднопостижимы поскольку иного способа восприятия мы просто не знаем поначалу все ощущаемое переводится на язык наших пяти физических чувств например когда начинаешь видеть в этом непривычном состоянии впечатление такое что зрение практически ничем не отличается от оптического восприятия физическими глазами лишь позднее опытным путем определяешь что это не так и зрение вовсе не физическое узнаешь что можешь смотреть сразу во всех направлениях не поворачивая головы что видишь или не видишь в зависимости от мысли и что при объективном анализе природа этого зрения оказывается связанной скорее с излучением чем с отражением световых волн тоже относится и к другим физическим ощущениям сначала кажется что слышишь как люди разговаривают с тобой но затем понимаешь что ухо восприятия информации не участвует информация мысль поступает каким-то иным способом а разум переводит ее в доступное пониманию слова осязание пожалуй ближе всего соответствует своему физическому аналогу удивительно но что касается обоняния и вкуса то они у меня до сих пор отсутствуют и самое интересное ни один из способов восприятия не работает автоматически их можно включить или выключить по своему желанию кроме того существует несколько иных способов восприятия один из них узнавание других людей живых мертвых не по внешнему облику а с помощью непосредственного ощущения их основных мыслей и личностных качеств примечательно что ошибки здесь не бывает внутреннее я человека как бы излучает его характер примерно так же мы узнаем химический состав звезды или куска металла по их спектрограммам подозревая что человеку не под силу выключить эти эманации и потому он не в состоянии скрыть свое внутреннее я от обозрения кроме того появляется способность вступать в коммуникацию с другими на сверх сознательном уровне такие эксперименты проводились мною с живыми как бодрствующими так и спящими весьма возможно что люди живущие в физическом состоянии поддерживают такую связь друг с другом совершенно о том не подозревая для второго же состояния она совершенно естественна в моих дневниках описано много случаев подобной коммуникации с человеком физически сознательно беседующим в это самое время с другим лицом огорчительнее всего то что после того как такая коммуникация состоялась человек как правило ничего о ней не помнит кроме того установить контакт с физически бодрствующим индивидуумом весьма нелегко примерно так же как разбудить человека спящего крепким глубоким сном возможно та часть разума которая ответственна за такие коммуникации и в самом деле спит пока человек находится в физическом сознании в случае необходимости соответствующие воспоминания могут быть извлечены из памяти с помощью метода свободных ассоциаций или гипнотической регрессии есть одна проблема периодически возникающая перед восприятием во втором состоянии впрочем она не представляет собой чего-то необычного и для физического восприятия характерна пожалуй в еще большей степени я имею ввиду отождествление разумом людей мест и предметов да то ли ему неизвестных в поисках подтверждений и для самоориентации разум действует строго в соответствии с неформулируемой словами мысленной командой отождествляй не имея возможности не изменить ее не уклониться от ее выполнения поэтому при встрече с незнакомой или явно невозможной ситуации местом лицом или предметом разум не может промолчать но обязательно предлагает вариант ответ ответ принимает форму рационализации если это можно так назвать чаще же предпринимается поиск соответствующих аналогий из воспоминаний и переживаний прошлого это сопоставимо с ситуацией когда предмет действия воспринимается в соответствии с прошлым личным опытом даже если таких соответствий не обнаруживается разум тем не менее подбирает наиболее подобное воспоминание и заявляет ты наблюдаешь такой-то предмет действия подлинное существо воспринимаемого частично проявляется только после критического анализа сказанное можно проиллюстрировать многими наглядными примерами один из наиболее убедительных утреннее посещение дома мистера Бенсона разум не обнаружил своей памяти соответствия предмету на заднем сидении машины генератор ван-де-графа но приняв расчет его приблизительные размеры круглые похожие на колеса выпуклости на штанге и образующие основание платформу выдал ошибочное заключение что это детский автомобиль разум верно идентифицировал мальчика с бейсбольным мячом потому что это было частью данных его банка памяти однако при оценке действий миссис Бенсон раздававший утреннюю почту он встал перед проблемой сделал вывод что это сдача карт хотя и отметим при этом несоответствие игра большими белыми картами письма и заставленный посудой стол заключение о карточной игре было сделано потому что это было наиболее правдоподобное из хранившихся в памяти ассоциаций не менее интересен и опыт с авиакатастрофой описанной в главе 11 здесь мы имеем дело с целым рядом событий и множеством сенсорных данных пропущенных разумом через фильтр своих прошлых ассоциаций прибавим к этому стремительное наложение одной информации на другую приведшее к дополнительной путанице в последовательности событий впечатление о путешествии на самолете оказалось совершенно адекватным соответственно при трансляции возникло впечатление что это не автобус а самолет при восприятии разумом водителя стоявшего в ожидании у дверей в целях его отождествления в памяти был выбран наиболее похожий на него человек Д.Д. при последующем сравнении физическое сходство между ними оказалось просто удивительным отождествление сидевшей впереди женщины и ее беспокойство еще один пример ошибочной интерпретации само по себе беспокойство определено правильно причина же неверна не в состоянии установить эту причину разум поскольку требовался хоть какой-нибудь ответ приписал ее мне Д.Д.Л.Е. низкий и медленный полет над улицами точное описание самого события движения автобуса по магистрали в аэропорт если не считать того что разум был по-прежнему сконцентрирован на мысли о воздушном путешествии сосредоточившись на факте что полет якобы уже начался разум когда самолет попал в грозу сообщил о полете под электрическими и телефонными проводами поскольку не мог напрямую сообщить о последствиях грозы наибольший интерес представляет интерпретация катастрофы разум увидел то что в действительности оказалось нарушением сердечной деятельности с точки зрения его опыта это было невозможно невообразимо но вынужденный реагировать на команду отождествляй он выбрал авиакатастрофу в качестве наиболее правдоподобного и вероятного события на этом примере видно насколько трудно в точности транслировать наблюдение ранее неведомого если это так сложно даже в привычной среде можно себе представить какие проблемы возникают при восприятии того что никоим образом не связано с прежним опытом лишь с огромными усилиями наделав ошибок удалось собрать кое-какие факты которые вероятно не во всем совпадают с интерпретациями других людей чей опыт отличается от моего вот почему необходимо чтобы другие тоже прошли через это состояние дополнительные сведения могут прояснить картину к числу тех немногих фактов которые удалось ухватить следует отнести сны с полетами и падениями я совершенно уверен что это воспоминание о пребывании во втором состоянии во время сна у меня часто бывает ощущение полета и каждый раз стоит мне только осознать это как я тут же обнаруживаю что и в самом деле парю во втором теле полеты во сне чаще всего случаются непреднамеренно без какого бы то ни было сознательного усилия с моей стороны вполне возможно что многие испытывают во сне то же самое только не помнят об этом сходный смысл имеют сны о поездках или полетах на самолетах разом опираясь на прошлый опыт отвергает возможность полета без помощи механических приспособлений и для рационализации события создает образ самолета но стоит только полностью осознать происходящее как самолет исчезает и ты оказываешься высоко в небе ни на что не опираясь поначалу пока наконец не привыкнешь испытываешь сильное замешательство в своих ранних экспериментах я неоднократно анализировал и падение во сне такое ощущение обычно возникает при быстром соединении второго тела с физическим видимо когда второе тело падает физическое последнее вследствие их близости получает возможность воспринимать идущие от него сенсорные сигналы аналогичную природу имеет и появляющиеся в процессе засыпания ощущение погружения раз за разом испытывая его я установил что оно возникает в результате отделение второго тела от физического при этом сенсорные ощущения делятся между ними возможно то же самое ощущение погружения имеет место и в тех случаях когда человек теряет сознание по иным причинам например в результате обморока применения анестезия и тому подобное ограниченность разума за исключением появления во втором состоянии описанных новых способностей восприятия никакого автоматического расширения горизонтов познания никакого интеллектуального по меркам физического мира скачка внешне не происходит но это только внешне на самом деле в действие вступает новый не поддающийся постижению тип интеллекта этот составной разум использует опыт физической жизни но применяет его только в тех случаях когда он соответствует событию порой имеют место действия с точки зрения сознающего разума высшей степени бессмысленные их значение становится понятным только после свершения события после долгих экспериментов приходишь к убеждению что сам по себе даже со всем своим механизмом памяти сознающий разум не в состоянии справиться с задачей исчерпывающего постижения слишком многое из того что требует оценки лежит за пределами индивидуального сознательного опыта кроме того для исчерпывающего постижения необходим постоянный перевод получаемых данных на доступный пониманию язык в сочетании с пополнением этого знания достоверным опытом других сознающий разум признает свою ограниченность свойства памяти если интеллект во втором состоянии не прогрессирует то с памятью дело обстоит иначе уже на самых первых порах ее начинают переполнять события места люди предметы никак не связанное с данной физической жизнью и прошлым опытом похоже что и к посещениям локала два или три они тоже не имеют никакого отношения источник этих воспоминаний до сих пор остается загадкой например я отчетливо вспоминаю место где я когда-то жил ведущие к нему дороги рельеф окружающий ландшафт пусть это не самый лучший клочок земли но я похоже изо всех сил трудился над ним ибо ничего другого мне не оставалось со временем я собирался построить там дом вспоминаются также три соединяющихся друг с другом здания на городской улице старая этажей восемь их верхние этажи сами они похожи на старые многоквартирные дома объединены в одну большую жилую площадь состоящую из просторных комнат с высокими потолками полы в комнатах разной высоты и поэтому когда проходишь из одной в другую приходится делать небольшой шаг вверх или вниз в этом доме хотя и не часто я бывал когда-то где-то и таких воспоминаний много может быть по сравнению со всем комплексом проблем они и несущественны важно другое они прямой результат экспериментирования со вторым состоянием каково их истинное значение мне еще предстоит разобраться пятнадцатая сексуальность и второе состояние в ходе экспериментирования накопилось много данных об одном чрезвычайно важном для второго состояния факторе в эзотерической литературе андерграунда он не только не анализируется но даже не упоминается этот фактор сексуальность если признавая реальность второго состояния взглянуть с его позиции на сексуальное поведение человека нетрудно прийти к выводу что оно каким-то образом оказалось основательно искаженным а его оценки в большой мере ошибочны в стране где свыше девяносто процентов практикующих психиатров фрейдисты рассуждений на эту тему более чем достаточно если целиком принять их теорию нет такой человеческой мысли или действия которые не были бы мотивированы сексом видимо соглашаясь сходящим стереотипом что секс есть зло андерграунд попросту игнорирует его как нечто грубоматериальное и потому не имеющее отношения к духовному развитию примерно так же относятся к нему и религии официальные и неофициальные как и пищи этой человеческой потребностью на протяжении всей истории всячески манипулировали создавая всевозможные правила и запреты с их помощью контролировали поведение масс в очень большой мере под этим контролем находятся и наши с вами желания и поступки чтобы убедиться в этом посмотрите любой американский коммерческий телеканал и вы увидите одну грань проблемы послушайте стращающего адскими муками проповедника и вам откроется другая проштудируйте подлинную историю любой из великих цивилизаций или религий и вы получите панораму в андерграунде ходят слухи хотя и непроверенные будто многие знаменитые экстрасенсы обладают повышенной сексуальностью наиболее искушенная часть андерграунда претендует на особое познание в этой области но этим все и кончается знаменитый мистик начала 20 века Гурджиев однажды будто бы заявил что если бы на пути к достижению мистического состояния стояло еще одно препятствие столь же грозное как секс у него не хватило бы сил преодолеть его у меня не достает слов для того чтобы выразить свое глубочайшее согласие с этим мнением ведь я нахожусь под воздействием тех же самых представлений и условностей что и любой другой американец даже теперь пройдя через процесс внутренней трансформации я ощущаю отзвуки чувства вины и греховности когда пытаюсь откровенно говорить об этом предмете в то же время я убежден что без этого картина будет неполной ниже следует отрывки из дневниковых записей относящихся к начальной стадии экспериментирования 7 мая 58 года поздний вечер я в спальне влажность низкая безломно физически устал внутренне спокоен лег спать минут через пять начались уже знакомые вибрации набравшись смелости попробовал мысленно представить себе подъем из тела отделился от него затем медленно и плавно поднялся футов на пять над постелью размышляя что делать дальше вдруг ощутил мощный прилив сексуального желания столь сильный что ни о чем другом я уже не мог и думать оглядевшись кругом заметил спящую в постели жену спустился вниз и попробовал разбудить ее чтобы совершить с ней половой акт но безуспешно она не просыпалась поняв что удовлетворить желание можно только физически нырнул назад свое тело вибрации почти сразу же затихли к тому времени когда я физически сел в постели сексуальное желание уже полностью исчезло просто удивительно столь сильного подспудного желания я у себя не подозревал первое июня пятьдесят восьмого года поздний вечер спальня влажность средняя облачно состояние сонное но мысленно собран вибрация наступила минуты через две после того как лег спать с помощью мыслительного метода сразу же вышел из тела и поднялся вверх и опять уже в четвертый раз подряд нахлынуло сексуальное желание как не старался отключиться от него так и не смог с чувством отвращения к самому себе вернулся в физическое тело когда сел вибрации уже не ощущались должен же быть какой-то способ избавиться от него 29 июля 58 года поздний вечер в офисе влажность средняя небольшая усталость мысленно собран кажется наконец нашел средство против сидящего во мне сексуального маньяка по крайней мере в этот раз оно подействовало замечательно вибрации поначалу были слабыми и я подождал пока они станут сильнее затем сделал мысленное усилие и поднялся над постелью как и в прошлый раз принялся осматривать весь офис в поисках женщины и снова стоило мне только подумать о том чтобы удалиться от физического тела дальше чем на 10 футов как жажда секса тут же останавливала меня тогда я избрал новую тактику перестал сопротивляться игнорировать или отрицать наличие сексуального вожделения вместо этого сказал себе ладно секс это очень здорово и мы я что-нибудь обязательно предпримем в этом плане но только чуть погодя а сейчас я хочу отправиться куда-нибудь в другое место набрав ускорение я взлетел сквозь потолок и очутился в другой комнате они сидели за столом на котором лежала белая книга продолговатые формы я почувствовал волнение но вскоре забеспокоился и решил вернуться сконцентрировал мысли на своем физическом теле резко сорвался с места и вот я уже вкручиваясь вхожу в него как рука в перчатку физически сел на кушетку и огляделся все в порядке включая и меня самого наконец-то мне удалось выйти за пределы непосредственно окружающей меня обстановки хотелось бы знать кто были те двое отсюда видно что сексуальное влечение так и не было преодолено полностью признавая его наличие я всего лишь на время отстранил отсрочил его вообще-то этот прием заимствован из так называемой любовной сцены джина о 3 это типичный вестерн со спасенной от злодеев девушкой джин стоит у изгороди загона наклонившись к ней он шепчет какие прекрасные у нее волосы совсем как у гнидой лошади сияющие любовью глаза девушки ясно говорят что еще немного и она упадет на грудь своему спасителю все включая и девушку она даже просит об этом уверены в неминуемом поцелуе но тут старина джин неожиданно изрекает о чем речь сузи джин только сначала я спою тебе одну песенку неведомо откуда появляется гитара и он поет песню о лошадях до поцелуя дело так и не доходит поскольку фильм кончается прежде чем герой успевает перейти от слов к делу замена отрицания отсрочкой помогает освободиться из-под гнета сексуального влечения влечение не исчезло оно присутствует и вновь вернется с прежней силой при малейшей возможности а такие возможности только в иной форме существуют и во втором состоянии вообще-то сказать что они иные значит не сказать почти ничего ибо сексуальные реакции физического тела всего лишь бледное отражение встречающиеся во втором состоянии глубоко интимной формы общности и общения совершенно не сексуальной в нашем понимании этого термина физическое влечение есть попытка воспроизвести в половом акте смутное воспоминание о том эмоциональном всплеске который иногда переживается во втором состоянии если вам трудно с этим согласиться попробуйте непредвзято проанализировать свои собственные сексуальные влечения оставив при этом в стороне все навязанные вам воспитанием условность забудьте о существующих нормах и запретах и внимательно рассмотрите проблему избегая эмоциональной предубежденности это вполне осуществимо возможно вас тоже удивит насколько велики заблуждения человечества в этой области ближайшую из возможных аналогий соответствующему опыту второго состояния можно сформулировать так если бы противоположно заряженные полису электропроводника могли чувствовать то при сближении друг с другом они бы ощутили потребность соединиться при условии что между ними нет непроходимого барьера эта потребность по мере сближения будет становиться все сильнее в какой-то момент она станет непреодолимой еще ближе все поглощающей а по достижении определенной точки близости взаимное влечение начнет притягивать их с огромной силой и две противоположности устремятся навстречу чтобы окружить одна другую в тот же момент потрясающий разум душу поток электронов устремляется в обе стороны несбалансированные заряды выравниваются восстанавливая состояние уравновешенного мирного противостояния и каждый из полисов обретает новые силы это длится мгновение равное вечности затем следует спокойное безмятежное разделение таков этот нормальный и естественный процесс кому-то вероятно покажется невозможным чтобы эта жизненно важная эмоция сводилась к простой и сугубо естественной потребности к чему-то вроде закона физики только на ином уровне тем не менее многочисленные опыты однозначно подтверждают такую точку зрения ясное понимание этого далось нелегко на пути к нему пришлось преодолевать почти непреодолимые преграды первая из них автоматизм реакции воспитанной и закрепленной социальными нормами и запретами поначалу они дают о себе знать и во втором состоянии вот наглядный пример из дневниковых записей 16 сентября 59 года приняв решение видеть наконец-то определил свое местоположение в комнате в офисе было темно я находился над столом в футах восьми от кушетки на которой виднелось мое тело еле различимое в темноте затем у двери заметил какую-то фигуру явно человеческого облика она направлялась в мою сторону сразу понял что это женщина пытаясь не потерять бдительность я в то же время боролся с сексуальным вожделением все нараставшим вопреки моей воле я женщина голос низкий похожий на женский стараясь сдерживать себя ответил что мне это известно тон ее голоса не оставлял сомнений относительно ее намерений она подошла еще ближе разум передал мне что это и в самом деле женщина больше того воплощение сексуальной привлекательности разрываясь между желанием и страхом посредствии половой связи во втором теле к тому же удерживаемой мыслью о возможной неверности жене я отступил наконец страх переоборол желание я поспешно нырнул физическое тело слился с ним и сел огляделся вокруг в комнате было пусто стоило мне вспомнить о происшедшем как мое физическое тело тут же отреагировало и возбудилось прежде чем сесть за эти записи вышел прогуляться на улицу возможно я трус только после целого ряда подобных встреч разной степени близости я стал понимать насколько заблуждался пытаясь сдерживать себя похоже между тем что было истолковано мной как сексуальное влечение и силой дающей мне возможность отделяться от физического тела существует непосредственная связь может быть именно это фундаментальное влечение не воспринимается мною как вибрации или наоборот сексуальное влечение есть физическое и эмоциональное проявление этой силы вероятно проблема могла бы быть изучена с достаточной степенью объективности но для того чтобы ставить подобные эксперименты общество должно быть достаточно зрелым наше таковым не является максимум что можно сделать это попытаться внимательно проанализировать хотя бы отдельные аспекты не так давно специалистами изучающими сон и сновидение было установлено что во время БДГ сна фаза сна сопровождающаяся быстрыми движениями глаз у испытуемых мужчин наблюдается эрекция пениса причем независимо от содержания сновидения посреднее может быть лишено всякой сексуальной окраски вот собственно почти и все чего достигло в этой области современная экспериментальная наука я упомянул здесь об этом только потому что эрекция наиболее устойчивая реакция наблюдаемая после возвращения из второго состояния впрочем это всего лишь ключ к разгадке не более в силу рафинированности или по причине своей иной направленности сексуальность второго состояния отнюдь не тождественна ее физическому аналогу хотя бы и очищенному от условностей и предрассудков барьеры созданное и постоянно поддерживаемое обществом это еще далеко не все сами физико-механические характеристики уже не приложимы ко второму состоянию в течение долгого времени разум продолжает транслировать реакцию взаимного притяжения в терминах аналогичных физических функций различия становятся более заметными только по мере совершенствования восприятия и самоконтроля первое и наиболее очевидное отличие состоит в том что взаимопроникновение между мужчиной и женщиной во втором состоянии невозможно попытки удовлетворить потребности этим способом выглядят весьма жалкими с огорчением узнаешь что во втором состоянии он просто не действует далее совершенно отсутствует ощущение вызываемое физическими качествами сексуального партнера ибо сколько-нибудь определенной физической формы воспринимаемой визуально или осязательно у него просто нет как же так что это значит вспомним аналогию с противоположными полюсами магнита разность осознается совершенно отчетливо она подобна излучению каковым она возможно и является солнце или огня каким его ощущает человек дрожащий от холода сила притяжения варьирует в зависимости от индивидуальности попробуйте проанализировать почему одни люди кажутся вам сексуально привлекательнее других и вы поймете что только к физическим характеристикам дело не сводится его можно сравнить с силовыми линиями магнитного поля акта как такового нет вовсе вместо него неподвижно напряженное состояние потрясения когда двое поистине сливаются в одно не внешне определенными частями тела а всем своим существом атом за атомом всем вторым телом полностью напряжение достигает невыразимого экстаза затем следует успокоение выравнивание зарядов и на этом все кончается причину и необходимость этого я понимаю так же мало как и северный полюс магнита ощущающий потребность в южном полюсе другого магнита разница только в том что в отличие от магнитов мы обладаем способностью к объективному восприятию и анализу ясно одно во втором состоянии данный акт столь же необходим сколь и физическом в одной из частей локала 2 он такая же обыденность как у нас рукопожатие процитирую дневник 12 сентября 63 года непонятно зачем оказался в какой-то открытой местности в окружении семи или восьми разрозненно стоящих людей мое появление кажется не очень их удивило я же держался как всегда настороженным чувствовалась некоторая растерянность но невраждебность с их стороны как будто они не знали как меня приветствовать или держаться со мной наконец один из них с дружелюбным видом словно намереваясь поздороваться приблизился ко мне я уже было протянул руку как вдруг он придвинулся совсем близко и я ощутил мгновенную вспышку сексуального разряда я был удивлен и слегка потрясен затем один за другим по очереди каждый из них поприветствовал меня таким же образом запросто словно это было рукопожатие наконец подошла последняя единственная из тех кого я однозначно воспринял как женщину она оказалась старше прочих в том числе и меня приязнь и хорошее настроение казалось исходили от нее давно я этим не занималась рассмеялась она впрочем не прочь попробовать с этими словами она придвинулась ближе и между нами вспыхнул краткий и не такой уж слабый сексуальный разряд весело посмеиваясь она отошла от меня и присоединилась к остальным чуть погодя после нескольких попыток понять где же я нахожусь мне вдруг стало не по себе и я почувствовал что пора возвращаться направился прямо вверх вытянулся в направлении физического тела и благополучно вернулся в него что значит сексуальная разрядка в качестве приветствия тамошние обычай или же они хотели сделать приятное незнакомцу подстроившись под нравы по их мнению принятые у него на родине если они обладают способностью видеть внутреннюю сущность большинства из нас порабощенных материи то такое предположение не лишено вероятности сновидение на тему сексуальных фантазий в основе которых подавленная в раннем возрасте сексуальность такова фрейдистская оценка данного эпизода но не не слишком ли это простое объяснение не навешивание ли перед лицом неизведанных возможностей очередного ярлыка доказать реальность данного события я не в состоянии ибо определить где оно произошло невозможно по крайней мере в данном случае а в других вновь обратимся к дневнику 4 марта 1961 года поздний вечер в кабинете на первом этаже не переутомлен а мысленно собран при помощи приема обратного счета намеренно вызвал у себя вибрации пишу в воскресенье после обеда о том что произошло в субботу вечером опираясь на запись сделанную по горячим следам с добавлением к ней описания последующих событий некоторое предварительное сведение в субботу то есть вчера после обеда позвонила подруга моей жены G.F. и спросила можно ли ей прийти к нам в гости и остаться ночевать она появилась к ужину спокойно и приятно проведя вечер мы разошлись спать G.F. поднялась наверх в маленькую квадратную комнатку для гостей находящуюся в передней части дома по крайней мере так я полагал в тот момент кроме того я считал что наши двое детей спят в своей комнате имеющей форму вытянутого прямоугольника и располагающейся прямо над кабинетом сам же я решил лечь не в спальне с женой а в кабинете поскольку чувствовал что кажется в состоянии вызвать у себя вибрации и не хотел тревожить ее сон после долгой подготовки начались сильные вибрации вскоре достигшие такой чистоты когда отдельное колебание слившись воедино порознь уже не воспринимаются легко отделился от физического тела и охваченный чувством облегчения и уверенности поднялся вверх сквозь потолок и пол верхнего этажа в прямоугольную комнату там было темно и хотя никого из детей я разглядеть не мог я был уверен что это детская спальня уже собравшись отправиться куда-нибудь другое место вдруг ощутил присутствие в комнате рядом со мной какой-то женщины черты лица различить было нельзя но чувствовалось то самое излучение свойств характера что-то около 35 и в сексуальном отношении она далеко не новичок посреднее обстоятельство пробудило во мне желание когда я приблизился к ней она сказала что ей не хочется так как она очень устала не желая быть назойливым я отступил назад дав понять что нисколько не обижен она казалось была благодарна мне за тактичность я же испытал разочарование тут справа от себя чуть сзади я заметил еще одну женщину старшей первой лет сорока с чем-то она также производила впечатление весьма искушенной в сексе подойдя поближе она предложила побыть со мной сказав ладно тогда я имея ввиду что раз та женщина отказалась то она с удовольствием ее заменит я не стал ждать повторного приглашения и мы быстро двинулись навстречу последовал головокружительный шок наподобие электрического разряда после чего мы отделились друг от друга я поблагодарил ее она оказалась спокойной и удовлетворенной чувствую что для одной ночи достаточно спустился сквозь пол вниз и вскоре был уже в своем физическом теле сел включил свет в доме было тихо выкурил сигарету лег в постель и спокойно проспал до утра сегодня в воскресенье утром встал как всегда рано часов в десять на кухню пришла жена выпить кофе размышляя вслух не пора ли подняться наверх и разбудить Джи Эф чтобы пойти с ней в церковь она обмолвилась что той нужно хорошенько отдохнуть так как она очень устала я пропустил это мимо ушей но когда жена сказала что положила Джи Эф спать в детской там более удобная постель а детей устроила в комнате для гостей я насторожился как уже говорилось детская имеет прямоугольную форму и располагается прямо над кабинетом кроме того Джи Эф около тридцати пяти она профессиональная певица и наверняка имеет немалый сексуальный опыт два замужества плюс куча романов вдобавок она как оказалось была очень уставшей несколько минут я собирался с духом и наконец решился к этому времени жена уже в достаточной мере была посвящена в круг моих новых интересов я попросил ее сходить и узнать у Джи Эф испытывает ли она сексуальная усталость жена спросила что имеется в виду я пояснил затем она естественно поинтересовалась зачем это нужно и сказала что ей неудобно задавать гости такие вопросы я ответил что это важно и ничего неудобного здесь нет наконец она согласилась и пошла наверх будить Джи Эф спустя довольно долгое время жена вернулась одна окинув меня пристальным взглядом она сказала откуда тебе это известно слава богу хоть не заподозрила затем она сообщила именно поэтому Джи Эф позвонила и попросилась гости всю неделю у нее был бурный роман с сексом каждую ночь она сказала мне что еще на одну такую ночь у нее просто не хватило бы сил вскоре к завтраку спустилась и сама Джи Эф жена разумеется не сообщала ей о моем интересе к ее состоянию весь день гостя вела себя совершенно обычно если не считать одной особенности раньше Джи Эф почти не обращала на меня внимания видя во мне лишь мужа своей давней подруги сегодня же я раз за разом ловил на себе ее пристальный взгляд она как будто пыталась вспомнить что-то связанное со мной и не могла я не подал виду что заметил ее внезапно пробудившийся интерес к себе он явно выдавал ее но кто была та другая женщина старше по возрасту добавление 7 марта 61 года среда вечер прошедшие несколько дней пытался вычислить кто же та вторая женщина уже было решил что это не живое лицо все еще сильно привязанное к физическому сексу и потому следующее за Джи Эф чтобы через нее наслаждаться ее сексуальными переживаниями если только такое возможно но вчера ко мне в офис заглянул один мой приятель и в разговоре упомянул о том что наша общая знакомая Р.У. по ее словам субботу ночью видела меня во сне услышав о субботней ночи я сразу же насторожился Р.У. деловая женщина сорока с лишним лет хотя она и замужем но насколько мне известно не по личному опыту весьма искушена в сексе о содержании сна она приятелю ничего не сказала поэтому я решил выяснить это сам сегодня наконец-то дозвонился до нее поначалу Р.У. уклонялась от разговора на эту тему и только после вежливых но настойчивых уговоров с моей стороны сообщила что во сне я тщательно физически проверил ее что под этим имелось ввиду она уточнять не стала или она и вправду ничего больше не помнила или же считала это слишком личным чтобы обсуждать со мной тем не менее едва ли можно считать простым совпадением то что я приснился ей именно в ту субботнюю ночь причем сон по-видимому имел интимный характер и показался ей достаточно важным чтобы упомянуть о нем впоследствии кроме того Р.У. отвечает всем тем характеристикам которые я уже перечислил выше если у меня и было какое-то скрытое сексуальное влечение к G.F. и Р.У. то я о нем не подозревал сознание же того что обе они еще среди живых несколько успокаивает для меня многие из моих экспериментов зафиксированных в дневнике тоже слишком личные чтобы описывать их здесь впрочем для общей ориентации приведенных выше сведений полагаю достаточно скажу только что имел опыты всех типов ибо по-видимому все они возможны во втором состоянии как в локале один так и в локале два сторонники теории астральных планов могут сказать что качество тех с кем встречаешься характеризует уровень данного плана под качеством понимается глубина и или деградация либо напротив устранения сексуального переживания это вопрос интерпретации те живые или мертвые кто еще не разобрался в сущности второго состояния вполне могут пытаться осуществлять сексуальные отношения по образцу физических только без запретов и ограничений налагаемых цивилизованным земным обществом наше отношение к сексуальности положительное или отрицательное жестко определяется социальной структурой ее предписаниями и нормами ошибочность такого подхода видна хотя бы уже из того что даже в своем собственном пространственно-временном континууме мы не в состоянии во-первых привести сексуальную практику в соответствии с социальными нормами во-вторых достичь по этому вопросу единства мнений между обществами различных типов сексуальное влечение как таковое может быть катализатором вибраций открывающих путь ко второму состоянию вместе с тем оно коварно его можно уподобить непоседливому ребенку который постоянно подвергает испытанию того кто им руководит угрожая взять над ним верх и убежать куда-нибудь в сторону но никоим образом оно во втором состоянии не несет с собой зла с собой